Всем привет, друзья и гости канала. Мы продолжаем с вами играть в игру Mother in Abuse, или же, как переводится на русский язык, созданный в бездне. Вот, и не продолжаем, а точнее начинаем новую главу, новый сюжет, так как в прошлой серии мы закончили с вами сюжет Hello Abuse, то есть Привет Безда, с Рэгом и Рико мы с вами сюжет окончили, закончили. Всё, он у нас завершён. Теперь у нас остаётся, то есть открылся и остаётся последний сюжет, это Deep in Abuse, глубоко в бездне, так что поехали. Так, я сейчас проверю, всё ли у меня хорошо по графике, так как немножко я турец, немножко, да. Так, ну, вроде бы всё хорошо, как всегда, прекрасный русский язык. У нас вот таким шрифтом по управлению вроде тоже всё хорошо. Так, скорость текста, быстро, обычно, ну, обычно давайте поставим. Так, начать новую игру. Поехали. Поехали. Посмотрим, что это такое, что это за сюжет, я об этом сюжете не знаю, ничего. Как всегда у нас та же заставочка, которая была. Не знаю, ничего. Поехали. Ух ты ж... Ээээ... Да... это да ладно создание персонажа просто так как нам нам нужно выбрать персонажа на изменить шляпу окей да ладно да ладно это мы выбираем кастомизации персонажа без них так ну выбираем соответственно пацана мужика такого вот естественно так к нам взять такого я думаю какого возьмем цвет волос а ведла цвет кожи такой я так у нас будет адекватный персонаж по лицу что у нас друзья по лицу прям кастомизация вам скажу нормальная такая прям чтобы не сильно такой уродливый у нас персонаж был ну вот такой может такой сильно строгий такой сильно какой-то такой какой-то ботаник короче такой какой-то запуганный да вот вроде такой нормальный да ну вот такой наверное ну вот наверное сам рад это слишком строгий вот это наверное сам рад глаза мы оставляем адекватные цвет волос да ладно делаем черный цвет волос все по адекватному а я цвет волосы и выбрал ну вот такой наверное будет или такой вот лицом я не могу определиться вот я реально не могу определиться лицом так добро что значит на а кастомизация персонажа конечно что что во все во всех играх кастомизация персонажа какая-то я не знаю что в нфс что ладно я промолчу ну а не знаю какой персонаж выбрать короче берем вот это да такой серьезный у нас будет да вот так прическа у нас прическа будет как мужика и как у бабы ну вот такая примерно то что надо не ну конечно я да все пойдет цвет глаз мы можем сделать какой-лиц серый пускай будет голубой да зеленый не будем голубой и цвет глаз нет друзья это я реально не могу определиться вот какой кхм кхм какое ему лицо сделать вот такое ну вроде бы все же у нас персонаж будет на всю игру хочется чтобы он был муа не ботаником чтоб был ну вот такой какой то не знаю вообще ребенок ребенка но вот такой вот хоть уже более серьезный так этот похож на бабу что ли кхм кхм короче выбираем вот этого кхм да вот если что мы наверное можем его пересоздать я конечно еще раз ну это такой себе это слишком жаханый какой-то вот вот это вот самое раз все вот это вот нам надо ну да согласитесь более менее такой ух вот и здесь же будет наша любовь на ночь и друзья да моя пока не так ну мы можем конечно ищите повыбирать вот такое например вот такого можно паренька выбрать давайте наверное да это более строгий так ну мы договорились что мы сделаем вот такого но этот такой тоже проблема у меня с кастомизации персонажа капец или такого сделать но на девочку похож Или, друзья, может такого, а и прическу ему заметить О, то, что надо Или вот такого Так, вроде серьезный потанчик Короче, берем такого Наряд Все Подтвердить Нет, я все же не могу Ибо такой, ибо такой, друзья, как? Так Выбираем мы, друзья, с вами Вот такого, да? Или, может быть, такого взять, а? Или такого более серьезного, паренька Давайте более серьезного такого возьмем Все, блин, подтвердить Подтвердить Ну, да, да Неплохо Да, неплохо Подтвердить мы персонажи делали он опишите мы сделали так персонажа немножко конечно у нас кому пополнение есть чему получиться так что будьте полезны еще один еще трое странно многие дети хотят попасть придет но по-прежнему редко встречаются попал их дополнение подобное может после ухода рико и рэга их стало больше а друзья так это так это получается сюжет когда рэг и рико ушли эти ребята интересно как глубоко они зашли они уже в гостях у на ночь из того что я слышал от дяди хаба они в основном дошли до второго уровня это означает как красные свистки и стульки мы больше не их не увидим нам разрешено ходить по пещере только на первом слое ладно нет смысла они беспокоятся они наверное разобрались да так ну дайте посмотреть на нашего персонажа он знаете такой вот такой и по и веселый какой-то да то грустно нет и по такому мужик дай я пришел сюда ланта на взяли сюжет мне недавно в приюте появилось несколько детей такие же как и вы которые хотят стать пещерными рейдерами привет на нас шли представьте друг друга все недавно недавно добавлены да будет делали привет я рад встрече приятно познакомиться я шаги сейчас есть еще три колокольчика вашего вашего возраста они недавно начали они недавно добавлены пещерных рейдерах и астане и кого колокола слишком мы молоды рауль дороте и теории а петяра ты можешь подойти сюда вы можете подойти сюда привет я могли бы ее сделать уже как-то покрасивее сейчас так сейчас а вот кстати наши трое кстати какой-то вот этот чел посредине разноглазые какой-то странно выглядит страшно я доротерия я хочу быть легендой как рико приятно познакомиться ты знаешь рико эрега я теория я первая кого кого могу называть своим младшим а своим младшим что-то там с тех пор как я здесь а делает меня таким счастливым и должен хорошенько узнать этих троих вероятно вы все будете часто собираться вместе будете добрые да будьте добры друг другу конечно хорошо тогда я покажу тебе привет пойдем со мной это получается событие после того как рэгги рико ушли и мы будем собственно говоря по их следам откуда тогда на ночи на ночи пошла с ними на пятый уровень ни черта не понимаю насколько мне рассказывали тут сюжет на то плюс часов или 50 плюс я не помню здесь очень очень долгий так масштабный так скажем сюжет а теперь возьми это красный свисток это ваш красный свисток вы наконец-то перестали быть кого колокольчик теперь я отправлю вас ваш первый поход в пещеру однако прежде чем уйти проведите последние довольно хорошие довольно хорошо поэтому обратитесь к ним за помощи так готовлюсь к рейду поговорить на ты шиги добро так где здорово персонажа конечно мы сделали ну ладно у нас зато вот такой особый так скажем персонаж будет так комната вам не обоим на поговорить привет как ты относишься к своему первому набегу в пещеру так продолжаем так похоже ты нервничаешь я постоянно я полностью понимаю что ты чувствуешь да не не нормально помню я очень нервничал перед своим первым рейдом просто просите на светлить чего-то не знаете прежде чем начать ваш первый рейд в пещеру позвольте позвольте что-то там а позвольте о приюте и других учреждениях орта добро так ученик город орд предлагает вам множество удобств можете что-то там купить снаряжение для для рейдов пещеры продать и так но это понятно от приют бельчера она он берет детей без семьи полностью пещерных добро это чтоб квартира гильдии пещерных рейдеров на орке ворке так может принимать задание здесь посвящение а повышение ранг увеличивает сложить задание так это нахождение пещерных рейдов добро я так понимаю нас обучают якобы там ну что мы первом сюжете проходили да так движение такое как кирки и одежда можно приобрести здесь даже вы можете продавать предметы добро это офис оценки реликвий дала так оценка ваших реликвий принесет вам очки опыта и прочее поехали магазин универсальных товаров которые вы которыми управляет кто-то там лафи скорее всего так здесь можно купить различные ингредиенты и еду так это крафченный флот так я так друзья понимаю здесь нам больше расскажут об игре что это за игра вообще об ее механике чем в сюжете строга и рико то так как понимаю был вводный сюжет ну ладно так флот или флот или иностранных кораблей в настоящее время понятно короче здесь мы можем покупать и разы различные так скажем предметы так вы можете нырнуть в бездну отсюда да будьте принесите реликвий вот и все остальное вам придется узнать из опыта вначале важно вначале важно просто привыкнуть добро так хорошо поехали пошли друзья и мне интересно мы персонажа можно ли да одежда можно нашему или нельзя уже скорее всего нельзя да ноутбук его может проверить информацию ну и сказали ноутбук я я уж подумал бездна в каком-то современном мире так штаб гильдии магазин снабжения оценка реликвии магазин ласки давайте сюда заглянем добро пожаловать купить так еда да но я думаю еда нам нельзя не понадобится в принципе так что возвращайся снова ну давай так я хочу посмотреть что за штаб гильдии здравствуйте хорошая погода у нас сегодня не спорю можно принимать задание здесь выполнять требования к заданию также может получить а все отказаться как так так ну давайте всех людей примем все все мы все задания приняли это конечно будет да пожалуйста приходите еще так а я все задания взял я все задания взял да так первый слой раскопать 50 раз чего-то там хорошо не за что короче я так понял это игра на тысячу ключ часов я так полагаю магазин снабжения давайте посмотрим что здесь добро пожаловать давай здорово так здесь мы можем купить а палающее солнце здесь даже есть так скажем оружие да ладно так лейтенант лейтенант кирка 30 20 5 урона 30 так так ну хорошо нам пока что да хорошо так мы поехали что тянуть так отправиться погодите а что у нас друзья ни еды у нас нет ничего а только реликвии давайте посмотрим что вам ну а извиняя ничего хорошо так магазин купить нам нужна еда нам нужна еда но почему у тебя так дорого лаффи скажи ладно давайте спускаться как бы отправиться так нас я так полагаю трое дали не четверо со мной нас четверо ну хорошо пошлите это то место где было ааааааааааааааааааа реглико если тебе не аааааааааааааа рэгерико Если это так, как мы должны сделать, чтобы победить, получить дополнительные порции от всех ужинов. Звучит неплохо, я не проиграю. Я стану потрясающим пещерным драйвером. Как Рика. Короче, Доротея у нас фанатка Рика, прям жёсткая. Опять слухи о ней такие... невероятные. Это не слухи, Рауль, это правда. Тебе действительно нравится Рика, не так ли? Всё, хорошо, давайте отправимся. Что это было? Крик первобытного чудовища, вон там. Хотя это очень далеко. Крик первобытного чудовища. Крик первобытного чудовища. Так, добро. Так, я так понимаю, теперь все-ка, все сам по себе, да, каждый сам для себя. Так, ну, мы всё же, друзья, кстати, я себе купил новую мышку, если что. Так, демонтировать этих белочек, демонтировать. Так, мы туда не идём. Вспоминаем о проклятии бездны. Не забываем, что у нас только 100 хп. Так, что, друзья, у нас вообще по заданиям? Свесты. Ух, да ладно. Навык. Так, друзья, я чувствую, это реально какая-то жёсткий киберпанк. Киберпанк только в бести. Так, битва, поздание. Так, я об этом пока что ничего не знаю, ничего не это, так что это не для меня. Квесты. Карта, статус. Что мне ещё надо? По квестам. Бесплатно. У нас тут, друзья, ещё очень много. Удалить условия. Ага, это нам надо вот эти все удалить, да? Так, ну давайте. Будем выполнять, друзья, всё. Вот, будем. Слушай. Здравствуйте, Белочки. Я не понял, ты на кого тут бычешь? Так, надеюсь, нам хватит, так скажем, всего этого. Так, ждём, как это проклятие спадёт. Короче, друзья, то, что я понял, это, так скажем... Вот эти все события, они происходят, когда Регерико где-то примерно на четвёртом уровне. Так, редкие реликвии можно найти в блестящих местах. Можно получить опыт. Эти реликвии... Продавая эти реликвии. Поэтому обязательно найденные реликвии принесите в обратную. Хорошо, на скотке. Так, здесь планы. Вот, выполним квестов сколько сможем, когда они залазят. Нет, чё, вроде перса мы нормального создали, да? Так, где у нас там ещё? Вот, не знаю, за Регерико мне как-то и больше, что ли, понравилось играть, чем за левого персонажа. Тут у нас чего-то. Инследуем каждый пустик, каждую эту... Так, вот, вижу у нас там. Нам надо сюда отпустить. О-ле-о. 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 Ха. Где-то вверху, да? Слышь, как звук? Слышь. А, вот, услышу. Давайте сейчас сделаем передышку, иначе мы сейчас упадем, и всё. А у нас вообще есть сохранение, или что-то типа такого? Так, как? Стаб. Удастся загрузить, у нас охранка вообще есть, 31 минута. Так, у нас еще сколько там заданий? У нас еще тут дофига заданий, если честно, второстепенные. Так, эти... Понятно, раскопать 50 раз лондола водопада. Так, бабочка, тебе надо? Ах, ты скотырный. Котобас. Ну, че стой такой неаккуратный, а? Может, поможете ему кто-нибудь? Он реально сейчас упадет как бы. Это мы типа не успели? Минус один. Нам удалось вас вытащить. Это было слишком близко, я не... Я не смог сделать это, я... Не за что. Удивительно, что мы оказались здесь в такое время. Но я не первый сюда попал. А что ты имеешь в виду? Первый крик был... Это вероятно, что был Рауль. Тогда где Рауль? Не за что. Он упал со скалы? Вы серьезно? Не может быть. Собо он упал. Ну... Просто надо, так сказать, в бездне не шутить, а... Так сказать, всегда быть начеку. Я не могу в это поверить. Я не... Я знаю, нам много раз... Даже... На немлубоких слоях... Вы действительно можете лишиться жизни в любой момент. Это реально. Просто... Опыт. Нужно иметь опыт хотя бы немножко. И инстинк выживания. А не... Ну, друзья. Мы все с вами прекрасно знаем. Так, любой пещерный рейдер так же легко умирает. Это отличается от... Истории Белых Светы. Мы должны сообщить об этом видео. Могу ли я попросить вас делать это? Похоже, вы единственные, кто все это... Добро! Я не думала, что... Что может быстро так закончиться. Теперь у нас осталось только трое. Ну... А... Аж... Ну... Так, ребятка. Ребятки, вы как бы... Это... Рауль, скорее всего, пришел... Его там на ночь сейчас спасет. Рауль, ребята. Нет, друзья, ну как бы, да, жалко, да, но... Смотрите, он виноват сам, что... Он был неосторожен. То есть, он думал, что и да, я могу вот так скакать, вот так скакать, да. Но в итоге нифига. Вот. Мы все с вами знаем, что бездна, так сказать, весьма опасна. Берочка, ты меня задолбала. Ты на кого бычишь? Вот. И что здесь нельзя просто, так сказать, бегать, прыгать, радоваться? Нет. Здесь надо быть всегда на чеку, бить. Тебя могут подберегать или где опасать, бля? Ну... Канол. Ну, Рауль сам виноват. Ты чё? Да, конечно, жалко, пацана. Всё-таки ребёнок, да. Ну, а нефиг. Вот нефиг было пускать ребёнка, так сказать, в бездну. Вот. Если он не был уверен в своих силах, вот зачем? Конечно, да. А так, чё же у нас? Ты чё? В смысле у меня есть прочность кирки? В смысле? В смысле прочность кирки, кирки есть? В смысле? Охренеть. Ладно. Давайте эти еди, мы знаете, что еди, наверное, мы яблочко. Да и будем, наверное, на этом заканчивать, уже на 43 минуты, в принципе. Так, извиняюсь. Извиняюсь. Так, нафиг, без очки, иди. А у меня, получается, реликвии нечего откапывать, да? Добой, ты сможешь. Не упади. Да. Давайте. Так, хорошо, мы значит кирку тратить не будем на этих. На кучу белочек. Мы так скажем, просто пробежим. И всё. Не будем на белок тратить пирку. Немного цвета. Ну, друзья, конечно, да, печально, но... Вот, возможно, Рауль пойдёт к бандрюду, да? Не знаю, может, Рауль выжил, я не буду загадывать, если честно. Ну, а тут он уже сам виноват, и вот эти вот мотыльки меня порой бесят, и белочки вы тоже. Да. Ну, друзья, такое тоже бывает. Что ж... Так, хорош. Давай. Поднимаемся наверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, хорошо, побежали, доложим лидеру. О нашем товарище, который... Так и не познал, так скажем, бездну. Не, вот, а зачем было играться, да, там, быть... Вот почему он был неосторожен, наш вот этот друг Рауль? Вот всегда же нужно быть мячиком. Не знаю, что... Здесь, в бездне, может выскочить любой упырь из-за любого угла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, конечно, да. Не за Рэго и Рико поинтереснее было играть, друзья, поинтереснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, продолжай. Так, остальное я передам директору вильдии пещерных рейдеров. Твоя работа здесь сделана. О, хорошо. Да ладно, второй уровень. Так, уровень пещерного рейдера можно повысить, выполняя квесты и получая очки опыта за рейдер. Так, это мы знаем. Так, повышая уровень пещерного рейдера, вы будете получать... Вы будете получая... Получать что-то там. Используя очки навыка, вы сможете разблокировать новые навыки. Хм, что это такое? Похоже, вам есть что сказать. Это моя вина. Ну, друзья, мы здесь не виноваты, я вам так спрашиваю. Лично мы здесь не виноваты. Зачем тебе извиняться, если есть какая-то серьёзная причина, которую вы мне указали предыдущему? Видите? Если всё прошло так, как вы сообщили, то... Нефть... То... Ни в чём не виноваты. Послушай меня. Кто поручил Раулю совершить набег на пещеру? Если кто-то виновен в его смерти, то это я. Я ошибся. Я ошибся. И не дооценировал их. Чтобы быть готовым. Значит, у вас нет причины почувствовать. Чувствовать тебя виноватым. Быть счастливым, что вернулись в живую. Это реальность погружения в мир. Получить больше опыта в качестве пещерного рейдера. Способ загладить эту реальность. Для этого, вот ваша следующая миссия. Сконцентрируйтесь на миссии. Так, и постарайтесь не думать ни о чём другом. Для следующей миссии, я попрошу вас обыскать неизведанную область. Послушайте, здесь даже на первом уровне. Есть ещё несколько мест, куда никто никогда не ходил раньше. Неизведанные области. Идите найти. Найди. Где-то вроде в этой области было бы неплохо поискать. Используйте его как отправленную точку и выполните поиск. Несмотря ни на что, эта неизведанная область опасна, чем где-либо в первом слое без. Чтобы успешно выполнить это здание, вам нужно внимательно поискать и удачу. Единственный способ найти неизведанную область не отказываться от своих поисков. Понятно? Я верю, что в вашем уровне навыков вы сможете выполнить этот поиск. Будьте готовы, я не хочу снова ошибаться. Не ошибёшься. Так, друзья, а где мы можем сохранить? Вот. Так как нам надо, в принципе, заканчивать серию. Где? Комната Рика. Помним эту комнату, помним, друзья, помним, помним. Так. Моя комната. Вы можете здесь хранить свои вещи, предметами. Вы также можете сохранить и подойдя к книге, или изменить свой внешний вид, или... Во! То, что я хотел, друзья. Сохранить. Ну, а на этом, мои друзья, будем заканчивать. Ну, вот так вышло. Друзья, мы реально ни в чём не виноваты. Мы... Мы просто исследовали. Вот. Мы шли-шли. Мы бежали. То есть, мы реально ничего не делали такого. Ящик с предметами. То есть, мы сюда можем... Эээ... Ложить... Так. Делать мне сейчас нельзя. Понятно. Так. Понятно. Close. На этом, друзья, я буду заканчивать. Встретимся с вами в следующей серии. Вот. Эээ... Продолжим здесь, как бы, играть. Эээ... Ну... Не винить свой внешний вид. Так. А лицо мы уже никак не винили. Да? Это как у нас было и лицо, так и место. Эээ... Эээ... Вот это ж. Друзья, это реально... Да. Всё. На этом всё. Всем удачи. Спасибо за внимание. И всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok